Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус, и мы продолжаем читать 7 дней лета. У нас последние дни, точнее, вот как раз последний вечер, романтический, отыскали Лену в последней серии, и здесь у нас дискотека нас вернула Мику с танцев. Народ веселился так, будто завтра никогда не наступит. И в этом их нельзя винить. Очень скоро закончится лето, они разъедутся по городам, вернутся в школы, а на носу уже совершеннолетие, и государство ненавязчиво напомнит, что пора уже выбирать свой путь по жизни. Делать тебе больше нечего, иди лучше пригласить девочку танцевать еще раз. По неписанным бальным правилам ты обязан танцевать с дамой, которую привел, хотя бы один раз, а лучше больше, вот и займись. С преогромным удовольствием! Был и второй танец, и третий, пока в лагере не объявили отбой. А мы с Леной так и сидели здесь, на нашей любимой скамеечке. Помню эту картинку. И молчали. Да. Уже все сказано, просто понимаешь, что время как... Как песок в песочных часах. Все меньше, меньше. Как это все-таки замечательно, когда с человеком совершенно не обязательно болтать. И опять же, предвзят, и все равно, хоть и вижу, какие большие отличия в этом лагере, в этом мире от бесконечного лета, и при этом мне все равно кажется, не покидает ощущение, что не останется с ним здесь. Хочется, с другой стороны, в том же бесконечном лете ведь остался. Да. Когда можно просто сидеть рядом и не сгорать от неловкости. Да. Многозначительное молчание. Просто молчать. Рядом. Я покосился на Лену. Она сидела, откинувшись назад, и любовалась ночным небом. Какое оно красивое. Небо. А у меня воспоминания. Как когда они наслаждались небом, да, а потом... Все, все помнят сами. Улыбнулась она мечтательно. Не могу поверить в то, что вы добровольно отказались от него. А мы не отказывались. Произошло то, что называется прогрессорством. Дикарю дали вместо палки автомат Калашникова. Подтянули технологический уровень, но культурный остался на уровне начала 20 века. Думаешь, человечеству пора повзрослеть? Насчет культурного уровня, кстати, согласен, да? Отчасти. Она тихо улыбнулась и подвинула ладошку, лежащую на скамейке к моей. Хотя бы немного. Кивнул я. Входя во вселенную, следует вытирать ноги, иначе могут в шею вытолкать. Кажется, так сказал классик. Мы, человечество, находимся на той подростковой стадии, когда можем как возвеличить себя, так и покалечить. А потому неизмежны перегибы. Все то, что ломает отдельно взятого человека, суть симптомы пубертатного периода человечества в целом. Не знаю, мне кажется, какими люди были там еще в средневековье, такими они и остались. Ничему не учимся, иначе бы ни воин не было, и люди могли бы между собой договариваться. Но гордыня, желание потянуть одеяло на себя, все это играет злую шутку. И мы просто наступаем на одни и те же грабли, из века в век. А что меняется, так это да, технологический прогресс. И станет ли человечество, повзрослев, человеком, или превратиться в хикана, бедлоида или эгоистичного цинника, зависит лишь от нас самих. Как удивительно поменялись твои мысли за эти дни. А как же твое нытье и жалобы? Просто я поменялся. Вот и все. Хорошо сказано. Ладошка подвинулась еще ближе и... Ладошка подвинулась еще ближе и накрыла мои пальцы. Я кивнул. Жаль только не получается пока. Ни у человечества, ни у меня. Но ты сам позавчера говорил про новый шанс. А ты скептически отнеслась к тому, чтобы ждать меня на земле. Это не значит, что я не буду поддерживать тебя. Для меня очень важно, чтобы ты был счастлив. Жить с тем забитым молодым человеком, который пялился на меня у ворот, наверное, такая тоска. Хорошо, что я ошиблась в оценке. Ну, может быть, ты не ошиблась, просто Семен действительно изменился. Хотя его шиза говорит об обратном. Словно он раньше вообще был такой распущенный и... Короче, скромность, стеснительность, это не для него все. Я не стал ее разубеждать, а просто притянул к себе, обнимаясь за плечи. Мое. Девочка тихонько мурлыкнула и прильнула ко мне. Нет. Это ты, мое. Мило. Мило. Я думаю, что сейчас будет самая потрясающая ночь. Потому что все-таки в данном конкретном случае я ни капелька не буду придираться к тому, что там чересчур много про их отношения описано. Сейчас это все будет как раз в тему, мне так кажется. Последний день в лагере. Потому что, вот опять же, поторапливание по времени, оно вносит свою лепту в развитие, в свой трагизм, в свою какую-то сюжетную подоплеку. И это гораздо важнее, чем когда просто отношения пустые. Последние танцы. Последний ужин. Все как будто вопило. Запоминай. Забирай с собой в памяти. Каждую нотку. Каждый грань. Каждую грань, может, не знаю. Каждый миллиметр. Запахи, цвета, звуки, вкусы. Аккумулировать все это для того, чтобы несколько лет потом ходить, глядя по выше голов суетливо снующих прохожих, пропитанные летом в каждой клеточке тела. И самое главное, конечно, она. Лена. Если нам не доведется увидеться после лагеря, если что-то не получится, я хочу хотя бы помнить ее. О чем ты думаешь, солныш? Поинтересовался я. Всегда ведь интересно, что кроме тепла и мерцающих огоньков в глубине глаз, есть еще и какой-то постоянный поток сознания. Я думаю о том, что мы вчера натворили. И зачем мы вчера это натворили? Мы улеглись на одной кровати. Уже привычно, что я, что она, по левую руку от двери. Вот как. И что же мы натворили? Точно. Включи, дурачка. Я имею в виду, что мы, конечно, пошли до самого конца, но... Вот именно оно, я и не хочу говорить. Я и хочу говорить, наоборот. Она достала из кармана помятый серый бумажный пакетик. Изделие номер два? Но где ты... Она положила палец мне на губы. Уже все подготовлено. Ты там как отошла? То еще может быть слишком больно и неприятно. Помолчи. Ага. С этого все и начинается. Сначала меня затыкают, потом на мне ездят. Не ной, а? От кино отвлекаешь. Я знаю, что после вчерашнего нашего сумасшествия боржоми пить поздновато. Но если у меня гинекология моей матери, нам стараться и стараться еще, прежде чем появятся последствия. Хочешь сказать, все это дурацкие намеки из Слави были чистой воды блефом? Опять. То ли я забыл о каких-то намеках, но я не помню, что... Намек типа о том, что она залетела или что? Потому что, опять же, этой сцены не было. Видимо, опять какая-то несогласованность в сюжетных нитях. Гарантий, понятно, нет. Но сам шанс. Так ты хочешь, чтобы... Я хочу. Она подбросила пикетик на руке. Чтобы этой дряни в нашей жизни не было. Изделие полетело куда-то в угол. И я невольно проследил его полет. Ну-ну. Сами потом жалеть будут, как ребенок их обременять будет, когда они сами еще молодые, сами дети. Ну, про Семена такого не скажешь, хотя, с другой стороны, почему бы нет. А когда вернулся взглядом к Лене, в ее глазах можно было бы разглядеть такую кучу всего. Ожидание, забота, нежность, ласка и желание. Иди ко мне. Шепнула она, хватая меня за отвороты воротника, притискивая к себе и жарко целуя. Иди. У меня уже даже, короче, удовольствие возникает, когда я томным голосом стараюсь что-то озвучивать. Не, ну погодите. Мне как летсплееру такие модификации очень полезны. А развиваться надо. Одежда полетела на пол, а раскаленный воздух опалил стены домика, когда мы, наконец, стали единым. Лена была близко-близко. Она была и рядом, и снаружи, и вокруг. А я никак не мог насытиться ей, до тех пор, пока она, запротестовав, не прервала наш марафон. Оставь немного и на после лагеря, хорошо? Скрипучо бургнула она, засыпая. Видите, не хотели бы откровенности. Все, вторая сцена уже такая, косвенная. А я еще несколько минут полежал, опираясь на локоть, изучая взглядом черты ее лица. Пока, наконец, и меня не сморил сон. Это же домик Лены, правильно? То есть, я забыл опять, кто с ней живет. Вот серьезно, постоянно забываю. Что? Она плачет! Она плачет! Неужели я плохую концовку получил? Слушайте, я как-то даже не подумал, а ведь скоро действительно заканчивать. Неужели я получу плохую концовку? Не хочу такого. Лучше б я Лису получил, как обычно. Злого утра тебе, ненавистная берлога. Злого утра тебе, ненавистный серый город за окном. Мы ненавидим друг друга долго, привычно и ни о чем. Аптайм клиента больше 60 часов. Именно столько я не выходил из квартиры. Меня разбудила характерная, асичная... О-о-о! Удивительно, сколько лет не пользуюсь клиентом, а снести все руки не доходят. Кому я там могу быть нужен? Ну это сон, да? Он не может вот так вот быстро попасть в квартиру. Хотя почему не могут? Я же говорю, модификации свои правила. Но в лете, по крайней мере, не может. И что меня радует, что в любом случае, как бы все не развернулось, концовки в 7 дней лета должны быть все гораздо более интересными, чем в Бесконечном Лете. Хотя, вру, все-таки в Бесконечном Лете с Мику было интересно, и плохая концовка с Леной. Вот это две концовки такие, что вообще капец. А здесь... Здесь вообще они будут отличаться, поэтому даже не предположишь. Тут 100% не будет такого, что мы попадем в реальность, опять встретим девчонку эту из сна, и все, да? Тут будет все по-другому. Это интересно. Кряхтя я собрал себя с кровати, ищуясь на левый глаз, попытался пересмотреть бьющую в глаза лампу монитора. Отдача ей больно заданула по зрачкам, однако я сумел разглядеть заголовок сообщения. Раритетный семизначный номер, который я в свое время выучил наизусть, крепче, чем собственное имя и даже номер телефона. Бывшая. Ксана. Какого дьявола ей надо? После того, как она выскочила замуж не по залету, не то по залету, не то, чтобы тупо досадить мне, мы не перекинулись и словом. Неужели я ей зачем-то нужен? Или она снова пишет от скуки? Дома сидеть с ребенком всегда скучно, вот и бесится на свой лад. Прости, что я так с тобой поступила. Прости. И, пожалуйста, проснись. Что? Проснись. А вот это, опять же, отсутка к оригиналу, когда, помните, был тоже сон, и со всех сторон телефон говорит «Проснись, проснись, проснись, проснись!» Это было очень страшно. Зачем? Тебе-то какое дело? Я? Мне не все равно. Ксюш, давай, прекращай уже свои дурости. Я к тебе уже ездил за полность через полгорода. Я бил морду и получал по морде, потому что тебе было плохо. Все. Закончили. Ты замечательно два года заткнувшись сидела. Предлагаю ставить сложившийся статус к воне тронутым. Нельзя. Ведь если бы я только тогда сказала тебе... Сказала что? Неважно. Просто проснись. Пожалуйста. По монитору прорезались и направились вниз параллельным курсором. Две капли. Я плачу о тебе, Сеня. Я плачу о нашем несбывшемся. И дочери, которая могла бы быть твоей. Но проснись. Пожалуйста. Иначе ты лишишься и того, немного, во что у тебя осталось. Прекрати. Пожалуйста, проснись. От криков вздрогнул монитор и картинку разрезал пополам. В одной ее части было солнечное летнее утро, прорезающееся сквозь узкое окошко. А в другой мой пыльный свинарник, любимый и знакомый. Как будто вы знаете, да? Мы начинаем переходить из нового мира в старый, снова возвращаться. Как будто тот самый момент, да? Пограничный мир какой-то. И быстро-быстро запрыгали сообщения. Будто Оксана и в самом деле тараторила, быстро-быстро, не давая вставить ни слова и не прерываясь на такой мелочи, как дыхание. Не сиди скептически усмехаясь и не крути колесо мыши. Убери подбородок с ладони. Выпрямись. Проснись. Проснись. Отверни голову от монитора и посмотри на него периферийным зрением. Туда, где самое заметное цветовое пятно. Оно рябит и идет телеснегом, потому что сознание не умеет строить картинки по алгоритму, которые используют мониторы. Это значит, что ты спишь. Проснись. Я сидел как парализованный, а в мониторе снутри ударило что-то, оставляя за собой змеистые трещины. Знаете, что мне это напоминает? Кома у человека. Когда с одной стороны, если ты сдаешься и засыпаешь вечным сном, ты умираешь. Но в этом мире ты попадаешь в старый мир. Но если ты в этой коме продолжаешь бороться и пытаешься проснуться, то ты оживаешь. И в этом мире ты остаешься в Савенке. Вот у меня такая ассоциация почему-то возникла. Что-то рвалось наружу в мой мир. Что-то. Проснись. Зазвонил сотовой. Я выключил его. Зазвонил городской. Я с опаской снял трубку. Такое ощущение, что если Семен не послушается этого всего и будет отрекать эти проснись, то он действительно вернется в старый мир один. Кто это может быть? Кто знает мой городской? Я поднес трубку к уху. Проснись. А ведь я же знаю этот голос. Этот голос ежедневно шлет проклятие свинцовому небу и хрипит у ларька, требуя пачку Диаблонеро. Было бы странно не узнать собственный голос. Как будто уже и частичка сознания нового Семена говорит старому, что ты сейчас все упустишь. И вдвойне было бы странно не узнать тот самый голос, что сопровождает меня с рождения. Мой внутренний бунтарь, пошляк и по совместительству совесть. Проснись. Я очень аккуратно отложил трубку, не вешая. Оттуда уже вопили на разные голоса одно слово. Проснись. Проснись. Крик. Ты здесь. Ты здесь. А за окном ночь. Хотя опять же, может просто они не нарисовали утреннюю вариацию этого домика. Так, ну хорошо. На самом деле сцена была очень интересно написана, да? Как только какое-то разнообразие в 7 дней лета, сразу становится интересно. Я слетел с кровати и загремел по дочитому полу. Больно приложился локтем, но в результате проснулся. Проснулся. Значит, это был просто сон. Я облегченно перевел дух. Но это жутко. Это очень жутко. И привидится же такое. Телефон был на последнем издыхании. И питался единственно за счет собственного упрямства. На экране светилось время. 17 часов. В смысле? Какие 17 часов? Вы чё? Погоди. Дискотека закончилась, мы ушли. Переспали. Ну, был, наверное, час ночи. Два максимума, когда мы уснули. Мы же не могли с двух ночи спать до пяти вечера. Странно. Вот. Если учитывать, что лег я ровно в полночь. Перед глазами встали события дня вчерашнего. Исчезновение Лены, поиски в нашем заповедном местечке, перекошенные от ярости лицо слави. От ярости! У меня не было этой сцены. Может, сейчас, конечно, уже что-то пофиксил разработчик, но... Ради этого перепроходить рут Лены, конечно, я не буду. Я чё сделаю? Я закончу, опять же, вот в этом патче рут Лены, да, то есть на вторую концовку пройду. После этого буду играть в Катабу. И когда закончу Катабу, причём постараюсь её пройти на все концовки, это будет... Ой, ну, несколько месяцев, наверное. Вот. Тогда я скачаю самый последний патч 7 дней лета и буду продолжать. Наверное, так. Посмотрим. Пока рано загадывать, потому что времени чёрт знает сколько будет. А на действительном могла бы сделать что-то нехорошее, если бы я выбрал не то. Но вот это правда, то есть от нашего решения на мысе очень многое зависело. То есть это вообще самая судьбоносная сцена за все 30 с лишним серий. И мой всегдашний ступор. Присушенный гортани язык, способный выдавать только односложные междометия. В ярости! Слушайте, такое ощущение, как будто бы я ответил что-то не то, но я ведь то ответил. Неужели я из-за бака получу плохую концовку? Мне что, тяжело было сказать самое главное? Я сказал! Я сказал! Внутренний голос орал, надрываясь, что это и есть тот самый ключевой переломный момент. Это я, твой внутренний голос! Что я либо скажу всё самое нужное сейчас, либо не скажу никогда. Я сказал! Что я готов остаться здесь ради неё, потому что это всё, что мне надо в жизни. Вот! То самое ключевое. Мне надо просто признаться, сначала самому себе, потом ей, в том, что всё это не просто так. Что это не курортно-лагерный романчик, единственной целью которого всегда было приятное совместное времяпрепровождение. Это нечто большее. И Лена это всё услышала, когда стояла к стоящему спиной Семёну. Сзади. Это ж было всё! Да! И Славя так всё говорит. И Славя была спокойна, потому что мы выбрали правильный вариант. Имя сестра. Имя. Надеюсь, она даст мне шанс. Какой шанс? Она сама была удовлетворена твоим ответом. Она поняла, что всё, теперь мы будем вместе всегда. Если это нам позволит... Временная система, в которую попал Семён. Бред какой-то. Но хотя бы, знаете, это начало вызывать у меня эмоции. Потому что после тех сцен, которые мне не нравились, я боялся, что все оставшиеся серии я буду записывать абсолютно безэмоционально и серо-безразлично, да? Но мне есть разница. Значит, это хорошо. Это хороший знак. Хотя бы в этот раз. Не будет заваливать меня вопросами. Требует меня немедленной и чёткой формулировки. Да откуда я знаю, зачем я её искал? Так что даже до косы прогулялся. Я не знаю. Мне просто очень плохо без неё, вот и всё. И просто ты сказал, что тебе в жизни ничего не надо, кроме её. Меня может прибомбить, если опять же из-за бага что-то произойдёт плохое. Я закрыл дверь за собой и направился к её домику, надеясь застать её там. Подожди к её домику. А где мы сейчас были? Это же её домик. А-а-а, погоди. Там, по-моему, какой-то был заброшенный домик, да? И мы в нём только что и были. Значит, ты перепутал. Она рассказала мне, что любит иногда просто посидеть на крылечке босиком, подставляя солнцу ноги и понаблюдать за облаками. И насколько я желал встретить её, настолько же я боялся того же. А чё бояться? Всё хорошо. Мы худшие из того, что происходило в жизни другого. Мы – источник неприятностей друг друга. А мне не врать, не признаваться ни в чем. Я распахиваю Настяши непричесанную душу и предъявляю её к осмотру, как тот самый дубликат бесценного груза. Я не могу ни ругать её, ни просить прощения. Просто... Просто я без неё уже не могу. Я вынужден сказать ей об этом. Просто потому, что о таких вещах нельзя молчать. И ты говорил! Жежу! Говорил! И кажется, я только сейчас, и я осознал это в полной мере, не вчера, когда рвалось что-то внутри от тоски, оседая жирными хлопьями пепла где-то в области гортани, бесформенным горьким комом. Какой горький ком? Всё было хорошо! Вообще ничего плохого не было! Что за несогласованность? Я двигался по лагерю, пытаясь разглядеть хоть кого-нибудь, но складывалось впечатление, будто лагерь вымер, никого не было вокруг. Так странно, как будто все ушли на ужин, или собрались в купальне на очередной день Нептуна. Нет, может быть, конечно, такое, как в оригинале, то есть, что все уехали, да? А мы с Леной одни остались в лагере. Даже столовая оказалась закрытой. Удивительно. Ты здесь. Чё-то я такое плохое предчувствую. Впрочем, не так удивительно, как то, что на одной из скамеечек на крылечке сидела Лена и слушала музыку спрезентованного ей Волкмена. Её голова покачивалась в крайне знакомом ритме, пальцы выстукивали что-то под перильцем, и я, приглядевшись с удивлением, узнал в ритмическом рисунке ЖТМ Лары Фабиан. Как удивительно схожи наши вкусы. Вкуси. Поэтому я не стал мешать ей и тихонечко сел на ступеньках, терпеливо дожидаясь завершения песни. Тепло здесь как. И без стол пионеров как-то очень-очень интимно. Уютно. Блин, она же в слезах была на заставке. Ой, и на ворчащую совесть даже цыкать не приходится. Зачем? Мы же честны друг с другом. Можно же жить спокойно, не оглядываясь и не жалея, девочку эту любить, приняв её и её мир в нагрузку. Чего же боли? Ответов? Да кому они нужны, ответы эти? Но с учётом того, что тебя это не беспокоило раньше, то на седьмой день, когда ты обрёл то, что тебе по-настоящему важно, тебя это уже не должно волновать действительно. Так что это правда. Я попал сюда чудом, а любое чудо не терпит, когда его пытаешься препарировать с точки зрения логики или здравого смысла. Пускай это чудо и заключается лишь в том, что я, ничем не заслужив, всё же получил свои семь дней лета. Символично, да? Всё-таки получил свои семь дней лета. Семь дней лета. Да. Однажды, когда станет совсем тоскливо, я открою ноутбук и набью там несколько сотен страниц, где расскажу в подробностях всё. Да. Слушай, а я забыл, Семён же книгу написал в хорошей концовке Лены в оригинале, да? Только я не пойму, книгу об этих событиях или же нет? Я не помню. Что видел, что чувствовал, чем дышал. И никто не поверит, люди читатели просто подумают, что это какая-то красивая история. Выдумка, разумеется. И назову получившуюся стопку листов именно так. Семь дней лета. Такое ощущение, что сценарист про себя рассказывает, да? И разорву, сожгу и разотру пепел, потому что это только моё. Моё собственное лето Шредингера. Что бы ни случилось, этот лагерь будет самым чудесным из того, что со мной когда-либо происходило. Серьёзно, такое ощущение, ну это и называется эпилог, мне так и написали только что. Клянусь я распахнутому, бездонному небу. Что может сравниться с этим? Любовь? Спросила Лена, заметившая меня и спрятавшая плеер в кармашек на груди. Любовь. Возможно. Я тепло улыбнулся девочке. Ты вчера так неожиданно пропала. Я скучал. Мне надо было подумать. Подумать? Да. За эту неделю столько всего произошло. И ты. Она, казалось, утратила нить рассуждений и задумчиво ковыряла ногтём доску скамейки, на которой сидела. А куда делись пионеры? Уехали. Уехали? По домам. Лена с упорством, достойным лучшего применения, продолжила ковырять несчастную скамейку. Смена закончилась. И они уехали. А мы? Остались? Ничего не понимаю. Нас-то почему оставили? Она помолчала немного. Я убедила вожатую. Убедила в чём? Оставить нас здесь? Вообще-то странно, с учётом того, насколько непримиримая соперница всем этим романом пионерским была Ольга Дмитриевна. Нас? Тебя и меня? Да. Ты не находишь это несколько фантастическим? Спокойно спросил я. Ты попросила, и она вдруг сделала, как ты хочешь. О, у меня есть свои методы убеждения. Ага, сверкающие и острые. Ха-ха-ха. Приехали. Возвращаемся. Уверен, я не хочу с ними знакомиться. Да. Я не хочу тебя ни в чём убеждать. Я хочу, чтобы ты выбирал сам. Знать бы ещё между чем и чем. Ты уверена, что рассказала мне всё? Я этого не говорила. Может, расскажешь? Ну, основное я тебе донесла. Я попросила, чтобы нас оставили в лагере. Если сейчас она опять будет такой же загадочной, и будет отшучиваться в серьёзных темах, как это было в оригинале, я... Я огорчусь. И нас оставили. Я всё ещё не верил в реальность ситуации, до такой степени фантасмагоричная она была. Казалось, что ещё вот-вот, из кустов, из-за закрытой двери столовой выпрыгнут ребята и закричат сюрприз. Но время шло, и никто не спешил ниоткуда выпрыгивать. Поэтому в качестве рабочей пришлось принять версию Лены. И что делать теперь будем? Не знаю. Она дёрнула плечиком. Ты мужчина. Тебе и решать. Я хочу, чтобы этот цирк... цирк немедленно прекратился. Устало встохнул я. С этим странным лагерем с самого начала всё не слава богу было. Я уже не говорю о том, что попал сюда прямиком из конца 2014-го. Но теперь, когда появилась возможность выбраться отсюда, оказывается, что девочка попросила вожатую, и та и уступила. Ага. Ты заговариваешься? Она подошла и заботливо положила ладошку мне на лоб. У тебя жар? Хватит стебаться, Лена. Ты прекрасно знаешь, что я не из соседнего села сюда приехал. Да что там, ни для кого в лагере это секретом не было. Или ты думаешь, что это... Я ткнул пальцем в плеер. Или это... Я хлопнул по смарту в кармане. Хоть один завод этого временного промежутка способен произвести? Японцы, наверное, смогут. Сделала предположение Лена. Да какое там японцы, если на нем гравировкой по золоту написано произведено в Венгрии. У джапов сейчас нет необходимых техпроцессов. А уж про нынешних мадьяров даже говорить не приходится. Их пока хватает на производство икарусов. И слава богу. Ну тогда я не знаю. С детской непосредственностью улыбнулась девочка. Чё происходит вообще? Какая-то ссора назревает. Тупая абсолютно. Лена себя странно ведёт. Семён себя славно ведёт. Словно что-то произошло между ними в какой-то сцене, которую мне не показали. Да мне и всё равно. Мне важнее, что ты здесь. А какое это имеет отношение к... Сём. Я ведь не дура. И я прекрасно всё... Что ты слышала? Прекрасно всё слышала вчера. Хотя ты так старательно мялся и ходил вокруг да около. Ёп твою налево. Я так и знал. Это баг. Хорошо. И как мне получить хорошую концовку, если я всё делал правильно в течение всего этого прочтения? Я вообще старался. Я действительно очень сильно старался. Я хотел получить хорошую концовку. Я всё делал правильно. Я даже пытался порой идти ли не наперекор, когда знал, что это будет к лучшему. Ну, предполагал, да? Всё-таки на своём наставил, когда надо было Ульянку предупредить, чтобы она там... Ну, вы помните. Не взрывала. Понимаете, если я сейчас скачаю новую версию Бесконечного Лета, у меня пропадут сохранения. То есть не Бесконечного Лета, а Семи Дней Лета. Соответственно, я не смогу пропускать те сцены, которые я уже видел. А это будет очень и очень долго. Я не хочу этого опять. Я смогу получить хорошую концовку? Что я сделал не так? И? А Семён И говорит. Как в оригинале, когда меня бомбило. А какие ещё и тебе нужны? Ты захотел? Ты получил? Радуйся. Подожди, подожди. Или всё правильно? Или наоборот, я сказал, что я не хочу отсюда уезжать, потому что здесь Лена? Может быть, это имело смысл? Тогда не пойму, почему недовольна Лена. Вот, значит, как. И почему недоволен Семён? Почему он хочет уехать теперь? Когда он вчера сам же отказался, говорит, для меня важнее Лена, чем уехать отсюда. Изъявил желание, и ты его исполнила. Я не скрывал сарк... Что с тобой не так? Да. Ты же хотел быть со мной. Ты со мной? То же самое было в плохой концовке с Леной в оригинале. То же самое, один в один. Типа, ты же хотел, вот я, получай. Я вздохнул. С тобой. Конечно, я с тобой. Но вот видишь, всё просто. Мы теперь будем вместе. И ни Славе, ни Алиса нам здесь не помешают. Понятно. Лена тоже странная. Я чуть ничего не пойму. Ничего, с концами уехали. Во-первых, Ольга Дмитриевна, разумеется, бы нас не оставила. Не знаю. А то, что кушать нам нечего, и вообще много бытовых проблем решать, никак не получится. Это не важно. А ещё она здесь ребёночка нам родит, и будем здесь жить. Кушать ягодки лесные. Это, конечно, просто прекрасно. Но дальше-то что? Опять тебя что-то не устраивает? Я имею в виду, что дальше-то делать будем. Ой, блин. Что-то меня бомбит. Хотелось как лучше, получилось как всегда, короче. Всё, давайте на этом серию закончим. Я подозреваю, что следующая серия будет финальной. Получим одну концовку, и будем приступать за другую. Надеюсь, вам интересно, друзья. По крайней мере, это какое-то разнообразие. По крайней мере, пропало безразличие. То есть, за тем, что наблюдать, за тем, что происходит, наблюдать хотя бы стало интересно. Пускай это бомбит, пускай злит, пускай бесит. Но это хотя бы не безразлично мне на данную минуту времени. Это лучше, чем моих любовь. Ой, господи. Ладно, посмотрим, что будет. Мне надо отойти. В двух смыслах одновременно. Всё, друзья. Жду вас в следующей серии. Нас ждёт только больше интересного.